Приветствую вас. Я, если честно, для начала хотел бы, наверное, отметить некое противоречие, лежащее в основе вашего вопроса. Кстати, оно с тем, что вы говорите, я решил, что полностью отдамся работе, полностью подключил себя работе, вот, а, соответственно, потом, после того, как я выйду, пишите вы на финансовую стабильность, да, на финансовую стабильность, вот, я уже буду работать со специалистами, вот, пишите вы. И у меня здесь к вам, на самом деле, вопрос. Так вы уже вышли на финансовую стабильность, как вы говорите, или нет? Вы готовы работать со специалистами, или нет? Потому что, ну, честно говоря, данное противоречие, оно несколько странно выглядит, на самом деле. То есть, вы вроде бы как не пишете о том, что всё, я справился, да, всё, я как бы готов, всё, я как бы готов работать, нет, ничего такого вы не пишете, вот. Но при этом вы говорите, а есть ли выход. Вот это, на мой взгляд, первое. Это, на мой взгляд, первое, о чём вам нужно подумать, о чём вам нужно, на что вам нужно обратить, собственно говоря, внимание. Так? Второй момент, который я хотел бы, значит, на котором я хотел бы заострить ваше внимание. Второй момент. Это, собственно говоря, это, собственно говоря, причина, по которой получилось всё так, как вы, собственно говоря, описываете, да, так вы боитесь. Ну, я лично думал, что дело здесь не в лень, то есть лень, конечно, есть, но лень, она, по большому счёту, связана лишь только с тем, как вы всё это себе представляете, да, и как вы, собственно говоря, воспринимаете знакомство, к примеру. Вот. Вот. Ну, с девушкам, девушкам, вот. И по факту, если говорить, прям вот по факту, что вы боитесь, и боитесь вы, вероятнее всего, именно отказа, по факту вы боитесь того, что вам откажут, ну, видимо, скорее всего, вы боитесь именно этого, вы боитесь именно того, что девушка вам скажет нет, не захочет с вами взаимодействовать и так далее. Вот. И я думаю, что страх отказа, это то, что вам мешает, это то, что является ключевой проблемой. То есть отказ вы воспримите на свой счёт, отказ вы будете воспринимать как негатив, собственно говоря. Себе. Вот. И вот, в принципе, именно поэтому вам и лень, именно поэтому вам лень делать что-то для знакомства, потому что, ну, когда вы будете знакомиться, может быть, может быть, к примеру, может быть, ничего не получится вообще, а вы столько сил потратите на это. Вот. То есть тут, на мой взгляд, такая вот история, что, безусловно, вас не вдохновляет. С другой стороны, с другой стороны, работа – это ведь неплохой фундамент для, скажем так, для формирования отношений, работа – это неплохой фундамент для того, чтобы действительно с кем-то познакомиться, начать с кем-то взаимодействовать, да. То есть очень важный момент, связан с тем, как воспринимаются женщины, как воспринимаются девушки. То есть, грубо говоря, видите ли вы в женщинах людей, да, видите ли вы в женщинах личностей, или нет. Так, то есть, если вы в женщинах личностей видите, то все хорошо и все в порядке. Если вы в женщинах личностей не видите, то это, на самом деле, очень печально. Потому что люди, в первую очередь, в первую очередь, общечеловеческий фактор является самым главным. А у меня сводилось такое впечатление, что вы женщин воспринимаете исключительно только как, значит, ну, исключительно только как женщин. И все. Понимаете? Если это так, то это большая ограниченность. Это, это, это большое ограничение. И здесь очень нужно работать над тем, по какой причине вы воспринимаете женщин, то только-только как женщины. По какой причине вы не видите их как личности, их как людей. Вот. У вас наверняка есть знакомые женщины, с которыми вы можете взаимодействовать и так далее. Вот. То есть, основная ваша проблема в том, что вы видите в женщинах столько женщин не случайно. А видите вы их подобным образом в силу своих желанных. Вот. Я не знаю, какие это желания, да. Вот. Может быть это желания, к примеру, сексуальные. Может быть это желания, ну, какие-то еще, да. Вот. Я не знаю. Но, совершенно точно, совершенно очевидно, что какие-то желания есть. То есть, что-то вам мешает это сделать, мешает воспринимать женщину именно как личность. Вот. Значит. Дальше. Дальше. Значит. Ну, в принципе, в принципе. Я думаю, что вот эти моменты, Евгений, которые я озвучил, вам нужно прорабатывать. То есть, по моему мнению, по моему мнению, совершенно не случайно вы переживали по поводу своей внешности. То есть, совершенно очевидно, что вы, ну, не уверены в себе, что вы, возможно, склонны к тому, чтобы как-то ориентироваться на, значит, ну, на других людей. И, совершенно очевидно, что вы склонны сомневаться, вот, в себе. Вот. То есть, для вас, возможно, очень важно мнение, мнение других, для вас более важно, чем ваше собственное мнение. А это, на самом деле, неприемлемо. Вот. Ну, и в вашем страхе, да, может быть, что-то еще, ну, то есть, помимо вот того, что вы, к примеру, описываете здесь, да, то есть, вы описываете, вы описываете только, что вы боитесь ознакомиться с девушками. В основном, возможно, есть еще какие-то причины, еще какие-то проблемы. Вот. Так что, то, что вы сейчас начали заниматься работой, то есть, вы активно работаете, это прекрасно, это здорово, это великолепно. Вот. Нужно только соблюдать, как бы, свой план, да, нужно соблюдать тот, ну, тот намеченный, намеченная очередность действий, которые, ну, которую вы выбрали. Вот. И, соответственно, тогда у вас уже все нормализуется. А пока, как я уже сказал, ну, в общем, не совсем ясно, не совсем понятно, как вы здесь противоречить себе. Вот. А так, собственно, мне это видится. Так, собственно, мне это представляется. И работать вам нужно именно вот в таких направлениях. Ну, вот. Что касается линии, то это, опять же, да, не совсем естественное поведение. Да. То есть, неестественное. Неестественное, когда, к примеру, ну, мужчина, допустим, да, женщину, видя женщину, ну, пусть она, пусть она, там, по его мнению, да, красивая, пусть она, по его мнению, там, может быть, и сексуальная. Но неестественное, когда мужчина, видя, видит женщину именно сразу, как вот такую женщину, как вы. То есть, вот смотрите, вы пишете, эм, так, очень симпатичную и сексапильную девочку. Вот. Знаете, какая история? То есть, вы же не видите ее как личность, вы же не воспринимаете ее, короче, вас привлекло в ней только то, что она симпатичная и сексапильная. И все. А ведь этого, по сути, мало. Этого мало. Понимаете? Этого мало. Нужно что-то больше. А чтобы было больше, нужно не только работать, но и развиваться, постоянно повышаться в кругозор. Понимаете? Открывать для себя новые горизонты, осваивать там новые какие-то аспекты вашей профессии, становиться, в конце концов, ну, более лучшим в своей профессии. Понимаете? Понимаете? Какая история? Вот это важно, это все, это все вы можете сделать, это все вы можете реализовывать. Вопрос только в том, готовы ли вы к этому, готовы ли вы к этому стремиться, готовы ли вы с этим работать. На мой взгляд, ну, пока вы видите проблем столько непосредственно в этом, что нет. Вот. С другой стороны, с другой стороны, вполне может быть проблема еще, еще, еще. В частности, проблема может быть в том, что у вас отсутствует модель мышку-мышкового поведения. То есть, ну, нет у вас перед головами, да, достойной мышкой фигуры, на которую вы бы равнялись. Вот. То есть, просто вот чисто мышкой фигуры, как бы, нет. Из-за этого вы, как мужчина, чувствуете себя несостоявшимся. Вот. И пусть вас не смущает то, что я говорил по поводу того, что нельзя видеть, значит, ну, нельзя видеть в женщине сразу. Женщину, да, нужно все-таки, все-таки в ней видеть. Нужно в ней видеть сначала личность и уже потом только женщину. Несмотря на это, вам со своей мышкой, скажем так, позицией и мышкой моделью поведения, так же необходимо работать. Вот. На мой взгляд, это вот те проблемы, которые вам нужно решить. И тогда вы увидите, как выход из этой ситуации найдется сам собой. То есть, мы вначале, 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 вам, вы, конечно, будете знакомиться с женщинами все-таки, ну, при непосредственной, непосредственной производственной деятельности. Вначале. Вот. А после вам уже будет легче, вам будет легче знакомиться с девушками просто так, когда появится опыт. Начинать нужно сначала. Вот. Вот. Если у вас нет опыта, если вы не можете, если вы не умеете, то не нужно сразу знакомиться вот так вот в лифте. Вот. Смотрите, какая история. Кстати, вот что интересно, вы не написали, да, что вот вы говорите, что вас влюбилась девочка, но свой страх побороть вы не смогли. Так, а если она вас любила, если она вас влюбилась, значит, наверное, она как-то, ну, проявляла себя, возможно. Если она себя проявляла, то вы, наверное, как-то реагировали, возможно. Ну, вот. С теми же, к примеру, проститутками, как вы их называете, можно, в принципе, научиться взаимодействовать с женщинами и ничего, как бы, в этом сложного нет. Проститутки это очень хорошие, на мой взгляд, очень хорошие житейские психологи, в силу того, что они видят много людей. И вы можете, в принципе, воспользоваться их услугами и в этом смысле тоже. Но мне почему-то показалось, что именно к ним вы относитесь с пренебрежением, как и к сексу с ними. Хотя, на самом деле, это все тот же секс. То есть, сексуально, именно сексуально, разница там небольшая, небольшая. Если вы знакомитесь с девушкой вот так, как вы хотели познакомиться в лифте, разница там будет небольшая, небольшая. Вот, поверьте мне. Больше, больше было бы разницы, если бы вы взаимодействовали с женщиной, к примеру, ну, как с партнером, да, как с личностью. Вот в этом, в этом случае, да, в этом случае было бы лучше, в этом случае было бы лучше. Так, к сожалению, нет. Так, разницы абсолютно никакой нет. Нравится вам это или нет, но это, к сожалению, так. Так что, предлагаю вам сначала поменять отношение к сексу с проститутками, и потом, после этого, возможно, уже можно будет что-то поменять, после этого уже можно будет что-то корректировать. Вот. Пока что, так вот, ну и своё основное предварительство, мне кажется, вам также нужно разрешить. Потому что мне пока что, как я уже сказал, непонятно, вы готовы или нет. Ну, что касается молодости и отношения к возрасту, то это, скорее, у вас, опять же, стереотипы, а, ну вот, то есть, такие определённые предубеждения, да, которые мешают вам адекватно смотреть на вещи. Я могу сказать, что и в 50 лет у человека может быть молодость, и в 60 лет может быть молодость. Главное, главное, не в физическом возрасте, не в том, сколько вы прожили, а в том, в том, какой вы человек. И даже если вы 31 год прошили, как вы говорите, без молодости, то это всего лишь означает, что вы получили какой-то опыт в другом. И, соответственно, этот опыт вам, вам просто нужно адекватно использовать, понимаете. Вот, только для того, что ваша жизнь похожа на кошмар, то, ну, опять же, по моему мнению, как бы тут нужно разбираться. Тут нужно разбираться именно в том, в чём именно жизнь похожа на кошмар. Вот, нужно разбираться. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи!